Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения писателя, поэта и сценариста Анатолия Сафронова. Его песню «Шумел сурово Брянский лес» многие считали народной, как и другую «Ах, это красная рябина». Сафронов, который долгие годы возглавлял журнал «Огонёк», успевал много времени уделять творчеству. Из-под его пера вышли пьесы, целый ряд сборников, стихов и очерков, киносценарии и даже либретто-оперет. В центре Алексей Максимович Горький, который вообще очень любил встречаться всегда с рабочими. Фотография 29-го года в руках Эвелины Сафроновой, вдовы Анатолия Сафронова, свидетельство о путёвке в жизнь, которую Горький выдавал простым рабочим талантам. Это когда на заводе был сделан первый комбайн, и они на руках выносили ребята, 19-летние, первые советские комбайны. Тогда были американские в основном. Начал свой литературный путь рабочий фрезеровщик завода «Сельмашстрой» со стихов о станках. Дальше война, которую Сафронов прошёл в звании писатель армейской газеты. В этом же звании был командирован в Брянские леса к партизанам, после чего и появились знаменитые слова, которые теперь являются гимном Брянской области. В жизни Сафронова было много карьерных взлётов, венцом которых стала должность главного редактора еженедельного иллюстрированного журнала «Огонёк». Но творчеством он успевал заниматься всегда. Придут другие люди, которые не знали ни Сафронова, ни его противников, ни тем более тех, кто потом поддерживал одних и других. И что в сухом остатке останется? Останется «Отцвела сирень черёмыха в саду», останется «Ростов-город», «Ростов-дон», «Здравствуй, столица», «Здравствуй, Москва», «Ах, ветка красной рябины», «Шумел сурово брянский лес». Песню про красную рябину пели многие, но страна запомнила её в исполнении Нани Бригвадзе. Вокальные произведения на стихи Сафронова вообще пели охотно. «Отцвела сирень черёмыха» или же «Стерется лентой дорога». В песнях на стихи Сафронова присутствовал патриотизм, лиричность, какая-то человеческая нежность. Сафронов – автор пьес. Спектакли по его сочинениям шли в театрах, по его сценариям снимали кино. Лёгкое, выдавильное, где были и местный колорит, и шутки. Пьесы и «Стрепуха», и простым казачьим способом, как говорится. Ну, это народная пьеса, это со всем набором казачьего юмора, ситуации. И поэтому они очень хорошо шли в Ростове, на Кубани, как ни приедешь, всегда вот у нас идёт. Сафронов популяризировал русскую живопись. Именно при нём репродукции картины Золотого собрания Третьяковки стали появляться в огоньке. Они украшали дома многих советских людей. Эти детали быта были подмечены уже совсем другими писателями. Например, Довлатова. Продолжение следует...